История от Светика. Мой брат Алекс был влюблен в свою одноклассницу Сару. Алекс изо всех сил старался произвести впечатление на Сару. Он даже писал ей любовные письма и оставлял их в шкафчике. Но однажды Сара поменялась с подругой Линой шкафчиками. И на следующее утро Лина нашла в шкафчике любовное письмо, предназначенное Саре. Подруга нашла любовное письмо забавным и рассказала о нем Саре. Оказалось, что Сара знала о чувствах Алекса, но не знала, как сказать ему, что он для нее просто друг. Тогда подруги решили разыграть Алекса. Лина написала фальшивый ответ. Представившись с Сарой, сказала, что тоже любит его и хочет встретиться с ним у ворот школы после уроков. Алекс был на седьмом небе от счастья и примчался в назначенное место. Но его встретила подруга Сары, которая расхохоталась и рассказала о розыгрыше. Алекс был так смущен, что убежал и не разговаривал с Сарой и Линой неделями. После нескольких недель избегания Сары и ее подруги, Алекс наконец-то набрался смелости, чтобы снова поговорить с ними. Он объяснил, что чувствует и как ему больно из-за розыгрыша, что нельзя так с людьми. Сара и ее подруги извинились и объяснили, что они никогда не хотели причинить ему боль, а просто пытались повеселиться, как друзья. С этого дня дружба Алекса и Сары даже окрепла, и они даже начали ходить на случайные свидания. Им было очень весело вместе, и они много смеялись, понимая, что им лучше быть друзьями. Привет, меня зовут Эвелина, мне 11 лет, и я учусь в пятом классе. Это история про меня и парня. Парня зовут Хурдиш, и он учится в девятом классе, ему 15 лет. Однажды в школе, в начале учебного года, я шла с моим братом по коридору, и к нам подходит какой-то старшеклассник и говорит, «О, мальчик, у меня красивая прическа». Мой брат отвечает, «Да, очень». В следующие три дня он подходил и спрашивал меня этот же вопрос. На четвертый день после этого я не выдержала и сказала, «Да, да, идет». После этого в тот же день он захотел меня обнять. Иду я по коридору, вижу его. Он идет ко мне навстречу, открывает руки, чтобы обнять меня. Я смотрю на него и прохожу мимо. Несколько дней он мне раскрывал свои объятия, и в конце концов я его обняла. Он делал мне комплименты по типу «Моя принцесса, ты такая красивая» и так далее. После этого октябрь, ноябрь, декабрь, январь мы почти как-то не виделись. И если виделись, то он просто протягивал мне свою руку, чтобы пожать. Но в феврале ему что-то в голову ударило. И 8 февраля произошло это. Я гуляла по школе, вижу его. Он видит меня, открывает руки, и мы с ним обнялись. Потом его ЛП берет его за руку и тащит ко мне и говорит мне, «Ты его любишь?» «Да, да, да». «Любишь?» Я такая «Нет». Она такая «Да». Потом она мне рассказала, что у него была девушка. Но они поругались. Мы продолжали общаться до 13 февраля. В тот день он мне говорит «Дай свой телефон». Я думаю «Чего?» Я ему говорю «Нет». Он говорит «Ладно, тогда дай свой ник в инстаграме». Ну, я согласилась. В тот же день он мне написал «Привет, дорогая». И мы с ним начали общаться. Моя мама не знала, что у меня есть друг-старшеклассник. И ночью 16 февраля она зачем-то залезла в мой телефон и всю переписку прочитала. Разбудила меня и начала кричать на меня. Потом она пошла в школу разбираться с ним. Наговорила ему всякого. А я в этот день в школу не пошла. На следующий день он не подошел ко мне, как обычно, обнять. А что самое обидное, я люблю его очень. Весь день я плакала, потому что мне было больно. Сейчас Хурдиш ходит очень грустный. Почти не улыбается. Но все равно привлекает мое внимание. То есть, когда он видел меня раньше, он пел какую-нибудь песню. И сейчас он тоже самое делает. Не знаю, что будет дальше. Будем ли мы с ним общаться или так же просто смотреть друг на друга грустными глазами. Или все же снова будем обниматься. Время покажет. История от Алексея. Какой школьник-принц с ней мечтает спасти свою принцессу? Однажды зимним вечером мне позвонила лучшая подруга Юля. Юля, привет! Только я успела сказать, а она меня перебила. И говорит, Леха, ты дома? Я говорю, да, что случилось? Она говорит, беги ко мне, пожалуйста, срочно, быстрее. И бросила трубку. Я думаю, что такое, хватаю куртку на взводе. И выхожу из квартиры, она звонит опять. Я говорю, что случилось? Она говорит, тысячу рублей возьми, беги к подъезду, быстро, быстро. Опять сбросила. Бегу к подъезду, волнуюсь, переживаю мысли разные. Думаю, хулиганы, может, или менты штрафуют. Еще чуть-чуть, и я уже вот-вот-вот прибежал. У подъезда смотрю, гопник в Адидасе прессует мою Юльку. Орет на нее. Понимаешь, сколько раз говорил? Я подбегаю, думая сейчас, как вмажу с разгона за Юльку, и спотыкаюсь. Влетаю головой в колено противнику, звезды в глазах. Он падает на меня, заламывает мне руки, лопит меня. Юлька нас разнимает. Оказалось, подруга была одна дома и заказала еду из кефси. Вдруг нежданно пришел ее суровый отец, запрещающий есть фастфуд. Я должен был, оказывается, встретить курьера у подъезда, расплатиться и отнести еду к себе. Но Юлька под предлогом выбросить мусор вышла сама, чтобы встретить меня и курьера. Но отец заподозрил неладное и всех спалил. Я его и принял за бандита. Итог. Ушиб, шишка на лбу, но принцесса спасена от лишних калорий. Да и с тетем заодно познакомился будущим. История от подписчицы Анастасия Владыкина. У меня был учитель по английскому языку, которому 19 лет. Он крутил романы со старшеклассницами и один раз я иду по коридору школы. Запрыгиваю на подоконник окна и начинаю смотреть истории. И вдруг ко мне подходит тот самый учитель за ручку с моей соседкой, которая училась в девятом классе на минуточку. И они оба начали заставлять меня слезть с подоконника. Я спорить не стала и слезла, не хотела скандала. И вдруг они меня оттолкнули и начали целоваться прямо на этом подоконнике. Ну, я решила мстить. Да, я такая мстительная. Я это засняла на телефон и показала директору. С директором я знакома хорошо, ведь он наш сосед. Теперь у нас уже нет учителя Инглэша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!